Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И для каждого дня достаточно своих забот, достаточно своих ответственностей, достаточно тех решений и выборов, которые нам надо осуществлять. А для этого нам необходимо понимать, где же основания нашего выбора, где понимание того, что говорить или делать, и как творить молитвы. Когда люди говорят о молитве, у каждого есть свое представление. И кто-то думает, что чем больше я Богу назову аргументов, почему так надо поступать, чем больше я распишу свою проблему и нужду, тем быстрее я получу ответ. Но Давид, который показывает нам в своих псалмах разные молитвы, разные состояния своего сердца, переживания, это большой пример, чтобы мы также понимали, нет однообразия в его молитвах, есть наоборот разнообразие в силу обстоятельств, в которых он оказывается, в силу состояния его души, которые он сейчас испытывает и проходит. И поэтому мы тоже можем проходить разные состояния и настроения. Конечно, настроение мы можем настраивать, но, с другой стороны, есть моменты, когда человек в большой усталости, либо когда он после большой печали или горя какого-то, у него внутри поднимаются очень большие волны, переживания, как гейзеры, как состояние, которое неуправляемо со стороны человека. Такое мы тоже могли либо испытывать, либо за этим наблюдать в жизни других людей. И сегодня 65-й псалом мы завершаем. Последний стих 65-го псалма, который как раз говорит еще об одной важной детали в молитвах Давида. И текст, который в 20-м стихе написан, «Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Как об этом Давид узнает, что Бог не отверг молитву и милость не отвернул от него? Ведь дело в том, что это мы имеем внутреннее удостоверение и внутреннее познание самого Бога. А какой он во мне? Какой он для меня? И когда человек молится, у него есть внутри удостоверение. Эта молитва расстилается по земле, либо она восходит в небо. Если у тебя еще нет этого различия, то я хочу пожелать тебе и помочь состояться и в этом плане, чтобы ты мог слышать и понимать, а молитва твоя сейчас, она попадает в цель, а в ней есть движение Божьего Духа. Либо там есть просто набор каких-то важных слов, а может быть даже не всегда важных, но просто слова, которые когда-то где-то слышал, и теперь по клише повторяется. Друзья, молитва, которая идет от сердца, она и попадает в сердце. Поэтому если говорят уста, но сердце твое не участвует в молитве, то в этом мало результата. Но тогда, когда сердце уже бьется в этом ритме, когда из сердца текут молитвенные слова, тогда ты понимаешь, насколько это сейчас важно, нужно и попадает в цель. Если ты что-то начинаешь говорить не в ту сторону, то ты тоже чувствуешь и можешь осознать, что сейчас это молитва, которая либо несвоевременна, либо не туда ты пошел, и надо сейчас поменять некоторые смыслы. Но в любом случае, я хочу сказать, надо этим вещам учиться, потому что Господь, Он учитель совершенный. И Он хочет нас научить молиться и брать от Него молитвенные слова, приходя в любую ситуацию, сердце свое открывать для того, чтобы стать проточными в этой молитве. И Давид, который наблюдал за своим сердцем и говорил, что если бы я беззаконие увидел в сердце моем, не услышал меня бы Господь. Поэтому если мы идем с этой точки отчета и также наблюдаем, а что же я чувствую в моем сердце, когда молюсь, есть ли у меня сейчас какой-то оправдательный аргумент, либо я принимаю оправдание через кровь Христа и прихожу в присутствие царя царей, и просто говорю, вот я, вот я возьми меня в удел, наполни меня своими речами, своими словами, пусть течет река жизни. Это, друзья, так ценно и важно, когда в нашем духе есть живой источник, когда он там не завален разными камнями, а когда есть его течение. И это течение начинают осознавать и понимать не только те, которые рядом с тобой, но и те, куда приходят ответы. Потому что ведь мы молимся за разных людей, мы взываем о разных ситуациях, и мы ждем ответов от Бога, и пусть они приходят так, как здесь мы прочитали. И плюс еще он во всем этом благословляет Бога. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей. И я хочу вместе с вами благословить Бога. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы благословляем Твое присутствие в нас, мы благословляем Твою силу ответов, мы благословляем Твою способность вмещать в нас таких разных, с разными запросами, с разными молитвами, с разными ожиданиями, и говорим благословен Ты, Господин Жатвы, благословен Ты в жизни каждого, благословенно имя Твое, и благословенно намерения Твои, планы Твои, и пусть они все состоятся, потому что мы хотим жить на планете Земля, которая Тобой устроена, которая Тобой преображена, и которая Тобой выведена из всех кризисов, и тех состояний потерянности, которые сегодня происходят во многих регионах. А мы Тебя просим, как Творца неба и земли, защити ту землю, на которой мы живем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.